Всем привет! Я про Гоинка еще пару слов скажу чуть-чуть попозже. Первое, что бы хотелось начать, хотелось бы немножко больше интерактива. В свое время мне Ярик предлагал записывать какие-то видео-лекции на разные темы. Я это отказался, потому что смотреть в черный глазок камеры непонятно, кто там за ним и что там, неинтересно. Почему я согласился с перископией делать? Потому что опять кто-то смотрит, какие-то вопросы присылает и так далее. К сожалению, не очень удобно говорить одновременно, читать вопросы. Поэтому мы договорились с Ярославом, что он будет их читать. Но сначала было решение, что в конце передачи мне озвучивать. Но получилось достаточно все долго, я говорю. Как говорится, у классика не каждая птица долистит до середины Днепра. Поэтому люди, задающие вопрос в начале передачи, обычно к концу уже у них батарейка садится, либо они засыпают, либо им вообще становится все неинтересно. Поэтому интерактивы не получаются. Сейчас мы как решили делать? Вы задаете вопрос, если он в тему конкретно обсуждаемого момента. Ярик не поднимает много значительно палец, я это вижу, делаю, прерываюсь и он мне вопрос зачитывает. Так что прямо если у вас есть какие-то уточняющие моменты, спрашивайте, это было бы здорово. Чтобы какой-то интерактив был, потому что так я говорю, все молчат, как-то немножко мне непонятно. То ли я говорю, то ли я говорю и так далее. Вот. Ну, к примеру, если я рассказываю всем про колесо. Колесо должно быть резиновое, черное и так далее. А вы мне спрашиваете, а диск какого цвета? Ну, это вот в контексте идет. Я говорю, ну, диск должен быть любого цвета, лишь бы там металлический. Вот. А если вы в этот момент спросили, а какие должны стоять сидения в автомобиле, ну, наверное, это можно будет в конце передачи этот вопрос озвучить. Коль, задернишь что, а то у тебя какой-то наполовину белый, наполовину черный как-то так. Сильно, очень сильно, очень сильно. Вот. Дальше. Теперь я немножко хотел бы вернуться к теме прошлой передачи про стенограмму. Я там один вопрос очень важный забыл светить и не ответил Сергею, который спрашивал, как читать. Вот. Я сказал, что в конце передачи скажу, а потом забыл и не сказал. Значит, вопрос, который я забыл, это убегающие трамплины. Все, кто там ездит в ралли, наверное, представляют, что трамплин не всегда бывает такой жестким узломом, когда он прямо четко виден. А он в виде некой горки. То есть ты подъезжаешь издалека, это видно одно место, где находится трамплин. Когда ты подъезжаешь, он как-то начинает убегать. И та точка, с которого открывается дальше прямик, допустим, до следующего какого-нибудь поворота, она совсем уже в другом месте находится. Многие, я знаю, пишут горка. У нас тоже есть такое понятие, я его не сильно приветствую. Только в том случае, если разгрузить пилота, объяснить, что это будет не трамплин, а горка. А за ним там еще метров 200 прямо, это какой-нибудь поворот. Можно писать горку. А если мы это рассматриваем как привязку, то горка, она такая, у нее какая-то длина, нужно либо длину указывать. Это еще какая-то такая, на мой взгляд, не очень корректная привязка. Я в этом плане всегда рекомендую писать именно и расстояние, и все, и этот трамплин, именно первая его видимая часть. То есть, когда ты вышел из предыдущего поворота, взгляд бросил и увидел трамплин. То есть, ты видишь это как трамплин. Может быть это горка, но ты видишь это как трамплин. И вот расстояние нужно именно от этого места до, скажем, следующего поворота смотреть. От первого, скажем, видимого трамплина. Потому что именно к этому месту ты пристреливаешься с точки зрения торможения. И если ты будешь писать, скажем, самый, вот этот убегающий трамплин, самую дальнюю часть, то ты всегда начнешь раньше тормозить, как раз на длину этой горки. У тебя, ты вынужден тогда будешь давать либо сложную запись, там горка длиной 30, там 40, правый, не знаю, там 2. Либо просто написать трамплин 70, правый 2. Вот, хотя увидишь ты это 2 реально только там за 40 метров. Но, тем не менее, свое торможение, свой подход ты будешь планировать, исходя из первого трамплина, который ты издалека увидел. Это реально очень важный момент. И очень много на этом теряется, если неправильно прописано, если неверно. Вот эта дистанция не от того места посчитана. Хотя вот так, и это очень частая ошибка. Поэтому, если пишите, обратите на это внимание. Теперь, как читать? Я знаю, что существуют разные стереотипы по чтению. Допустим, у Ярика было, когда мы начали с ним работать, он всегда заканчивал дистанцией. Я вот считаю, что это не обязательно должно быть так. То есть, задачка штурмана читать как можно, с одной стороны, меньше пилоту, чтобы у него было не грузить его. Чем меньше у пилота лишнего информации в голове, тем лучше. Но, с другой стороны, эта информация ровно столько, сколько нужно для принятия адекватного решения. Там, где ехать, как тормозить, какой скоростью заходить и так далее. Вот, как правильно траекторию построить. То есть, вот этот некий необходимый минимум, который нужно правильно дать пилоту. Опять же, четко понимать, в каком месте начинать говорить. Потому что, ты начинаешь говорить в одном месте, а заканчиваешь говорить фразу совсем уже в другом. Может быть, на большую скорость это уже 100 метров за это время проехать, а можно и больше. Вот, и понимать, что какая там доля секунды, полсекунды нужно, чтобы вся информация как бы пилоту в голову провалилась, усвоилась. И вот это, в этом стоит талант штурмана. Начинать именно читать ровно столько, сколько нужно в нужный момент и не больше. Вот именно вот эта четкая синхронизация чтения штурмана с пилотом, это очень важный момент. Поэтому здесь, на мой взгляд, не должно быть никаких стереотипов, чем обязательно заканчивать. Вы можете фразу рвать прямо даже на середине, если она не важна. Допустим, какой-нибудь, как у нас поворот, там правый, там два, или, допустим, там правый пять, а распустить шесть. Ну, а эта пятерка, она, после, к ней сложный подход. Вот нормально, если штурмана прочитать правый пять, и то, что там нужно, это, практически одну и другую шестерку пройти, он просто ничего говорить не будет. Потому что пилоту не важно, как он будет после этого, там, шестерка, или будет дальше прямик, он вход в пятерку будет абсолютно одинаковый. А шестерка, это более быстрый поворот в нашей системе, поэтому он найдется в разгон, вот, от внешней, что называется, обочины. Поэтому в этом смысле можно прочитать подход, закончить правым пятом и замолчать. Когда все, пилот подход осуществил, входит в правый пять, закончить, распустить шесть. Вот, фактически, ты один поворот пополам взорвал. И это совершенно нормально воспринимается. А не обязательно там закончить, распустить правый шесть, двести. Вот это уже, распустить правый шесть, двести, этот хвост, будет ненужным. Вот это, он перегрузит пилота, заставит его эту информацию держать в голове, хотя она ему, на подходе к пятерку, совсем не нужна. Вот, в общем-то, этим надо заниматься, и, вот, скатываться, это, действительно, достаточно сложное мероприятие. Почему, на мой взгляд, часто, когда быстрые пилоты берут другого в себе штурмана, тоже опытного, не менее опытного, у них часто результативность падает на несколько гонок. Потому что это, вот, идет эффект прикатывания, эффект, там, знаний. Потому что у каждого пилота немножко своя, есть какая-то специфичные требования. Штурман должен под них построиться, а пилот должен объяснить эти специфические требования. Поэтому, как читать, каких таких рекомендаций, четких быть не может. Но это, пожалуй, самый важный вопрос в работе штурмана. Все остальное, это уже вторично, умение правильно читать. Вот, еще у нас есть один вопрос, он уже пришел после передачи, это не то, что я забыл. Но, тем не менее, Михаил спрашивает. Сейчас я тут длинный, он пишет следующий вопрос. Тренировки устраиваем так. Ночью выезжаем на проселочную дорогу, прописываем, едем чуть быстрее. Не наваливаем, а просто стараемся держать среднюю скорость около 70 км в час. Ночью, потому что издалека видно свет фар встречной машины, цель такой тренировки научиться писать и воспринимать. А штурмана читать много, поэтому едем без хронометража. Сам вопрос, есть ли толк таких тренировок, так сказать, чтобы прикататься нам или кардинально неверно тренируем этот момент. То, что дорога не перекрыта, осознаем, поэтому не дубасим и едем крайне осторожно. Для повышения мастерства пилотирования используем специально отведенные места. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. А как по-другому? Если начинаешь штурмить, как ты его накатаешь по большому счету? А если еще и пилот там не особо мега опытный, то это единственный вариант способа, когда ты именно не дубасишь, просто записал дорогу и уже не проверяешь ты на грамм. Просто едешь достаточно быстро в рамках условно говоря ПДД и безопасности. Стараясь, ну как тут синхронизироваться со штурмом. Абсолютно какой момент, какая информация тебе нужна, какая не нужна, там еще и еще что. Да, конечно в гонке все будет происходить несколько быстрее, но не радикально. Не в два раза, там в полтора может быть в лучшем случае. Вот, поэтому это вполне нормальная тренировка. Сами так делаем, поэтому... Единственное, что будьте внимательны, все-таки дорога не перекрыта. И, к сожалению, очень много случаев именно аварий и тяжелых аварий на разного рода ознакомлениях и подобного рода тренировках. Поэтому, я так сказать, еще раз прошу быть максимально в этом плане аккуратным. Телеметрия, хронометраж здесь, конечно, не нужен, потому что вы же не дубасите на время. И более того, что попытка как-то все это хрометрирует вас подстегивать, ехать быстрее. А это может привести к тому, как раз от чего я вас предостерегаю, не надо никому в лоб приехать. А так, да, хороший способ. А как по-другому? Я по-другому не знаю. Вот, так, все. Теперь начинаем, собственно говоря, о особенности зимних тренировок, каких-то моментов. Я сначала расскажу... Да, я тут, конечно, ложанулся на этой гонке просто чумовым образом, абсолютно и сами накололись. И ребятам, Денис Растилову посоветовали поехать на таком же колесе. Но это была реально большая ошибка. Ну, накололся, поэтому, как говорится, перешел разряд свистков отчаянника. И в этом плане, да. Вот, сейчас вот обдумываю, как же так произошло. Но, тем не менее, сильно-сильно ошиблись, сильно-сильно ошиблись, готовились совсем к другому. А тут еще есть такая проблема, то, что ты колеса, которые будешь использовать на гонке, должен заявить прямо на техкомиссии. И мы заявили, все там колеса, которые планировали ехать, все асимметрики. Повезло, конечно, что в этом плане Ярик круто выступил. Сначала Коля там по супер-аллице пять минут хватил, потом Ярик двадцать шесть. После этого мне уже было вообще ничего не страшно. Вот, я сказал, парни, не важно, что у нас сделано, давайте ставим елку, едем на елке. Вот уже второй, вторую секцию, они ехали на елке, и на порядок было лучше и быстрее, и машина превратировалась более спокойной и так далее. Поэтому вот даже этот дом, на котором Коля опять в дом приехал, по своему уже обыкновению, там были возможности смотреть промежуточные отсечки, даже не по времени, а там разницы. Вот мы его там сравнивали с 50-м номером, он даже сначала где-то 9 секунд ему вез, потом где-то ошибся до 7 секунд, сократилось его преимущество. К моменту приезда в дом, там за где-то километр, там была такая, на съезде тоже, у него 8 секунд было 3. То есть он вез... И я вез? Да, ты вез, ты вез. Не-не-не-не, он вез 50-м, он 50-й финишировал, собственно говоря, четвертым, и там, если бы там не дом, то... Ну, короче, до дома был хороший ход, очень реально хороший ход, именно полин ход. Это меня, конечно, порадовало, обидно, что... Ну, видно еще то, что... Колька его абсолютно глупую ошибку совершил, то есть это не какая-то сложная ситуация, все очень... Несто простое, записано просто правильно причем. Все, и... Ну, видно было, что очень устал. То есть видно было, что вот этот длинный дом, ему идет тяжело. Понятно, как я в прошлый раз говорил, то, что основная там... Ментальная какая-то усталость, то есть ментальная выносливость. А здесь очень быстрый дом, при этом он реально сложный. То есть это быстро не потому, что ты все время ешь по прямой. А быстрый, потому что там все время быстрый поворот, из кучи перегибов, прыжков, разгрузов. Очень важно правильно понять, как на него заходить и так далее. То есть требует очень большого напряжения моральных сил. Вот, и поэтому уже под конец было видно, что он уже начал где-то... Ну, я уже вижу по поезде, когда человек поплыл. Вот видно было, что он уже поплыл буквально несколько километров до... Погоди. Да. Угу. Все, понятно. То есть сеть просто попадает. А, понятно. Вот, значит он, соответственно, поплыл и... Ну, так и, собственно говоря, к сожалению, в таком состоянии не смогли ехать до финиша. Очень глупо ошибку совершил, убрался. Да, с резиной. В общем, в этом, на этой гонке накосячили все. И Коля, и я, и Ярик, в общем, короче говоря. Не знаю даже, стоит ли мне что-то рассказывать после этого про зимний сдул, про выбор колеса и так далее. Ну, в общем, воспринимать это как мнение отдельно взятого там человека, который что-то решил сказать. Настолько этому доверять, но я вот даже уже сам не знаю. Знаете, как этот один старый еврей говорил, нельзя верить никому, даже себе. Я, говорит, ходил как-то, говорит, пукнуть, я обкатался. Ну, это вот мой случай в этот раз. Да. Значит, я, наверное, как сделаю? Сейчас зачитаю вопрос. В их совсем немного. То есть, с каждой передачи становится все меньше. Про зимнюю сдул. Вот. И... А потом уже буду, исходя из этого, как бы, это как, типа, план рассказа. Буду рассказывать про зимнюю сдул, что я знаю. Вот. Значит, Анатолий спрашивает из Беларуси. А какие используете колодки для гравия для зимних гонок? Не знаю. Это вот, честно говоря, на память не помню. Какие ты используешь? Какие, видимо, Peugeot рекомендует. Те, которые изначально там стояли, они мне нравятся. И желание их менять не используется. Это не помню. Значит, по резине ёлка асимметрики и Перелли, значит, ну, по резине ёлка асимметрик, Перелли Мишлен. На каком покрытии, какие преимущества и диапазон рабочего давления? Вот. Андрей Прокудин и Никита спрашивают там. Бытует мнение, что тренировки на гражданском шипе наносят вред. Или потому... Если потом гонку ты едешь на боевом, ибо ход другой. Держа к точке торможения и так далее. Якобы сбиваются пресеты пилота. Другие говорят, что разница лишь скорости на её корректировку. На гонке требуется 2-3 поворота. Поэтому занятия на стоковом шипе по льду полезны. Ваше мнение. Александр спрашивает. Как тренировать? На что делать упор? И самое главное, как быстро ездить? Чистый, ровный лёд. Вот. Вот это я могу рассказать. Здесь много опыта есть. Вот. Значит, я начну, наверное, с резины. Вообще, это вот правильный вопрос по поводу резины. Потому что, вообще, меня удивляют немножко иногда пилоты, которые, вот они ездят, вроде немало ездят по разному покрытию. А когда начинаешь вопрос задавать, как колесо работает, они даже там не заморачиваются. Ну, люди, которые даже, скажем, имеют большого поезды по асфальту, некоторые, не будут называть фамилии. Меня всегда жена ругает, когда я кого-нибудь упомяну где-нибудь в своих выступлениях. Она говорит, что я этим людей обижаю. Вот. Поэтому я так, без фамилий. Но вот люди, которые даже много есть по асфальту, часто не могут объяснить, чем отличается, когда колесо плывёт, от когда колесо скользит. Это мы, если говорим про асфальтовое колесо. Хотя есть очень простое объяснение. И я думаю, что любой... Все знают эти понятия, что у меня колеса поплыли, а у меня вот они тут скользили. Но, тем не менее, объяснить, что происходит с колесом, когда оно плывёт, и что происходит, когда оно скользит, и в чём разница этих двух явлений, ну, как выяснилось, далеко не каждый гонщик может. Вот. Для меня было удивительно, но оно так есть. На мой взгляд, вообще, если ты хочешь понять, как там настраивать блокировку, надо её разобрать и посмотреть, как она устроена. Вообще, собственно говоря, какие там бывают варианты, что такие там углы рампы, что такое там эти пары трения. Если ты там настраиваешь амортизатор и гидравлику, ну, наверное, стоит посмотреть амортизатор разобранный, понять там, каким винтом что крутится, то есть, каким образом зажимается там быстрое сжатие, каким образом медленное, как отбой регулируется, вот, и так далее. Ну, то есть, когда ты это представляешь, то уже можешь как-то там в голове представлять, что меняется в этом механически, когда ты что-то там щёлкаешь, крутишь, вертываешь, вот, и что от этого в итоге может там поменяться везде, а дальше ты уже как бы там экспериментируешь. Тогда какая-то, ну, сознательная, что ли, происходит работа с предметом, а не просто вот я типа покрутил что-то и что-то изменилось. Надо понимать для себя, почему так изменилось. То есть, если вы подошли и включили свет, а заодно в этот момент грохнул гром, то иногда думаешь, что в следующий раз придёте включить свет, и опять там гром грохнет. Даже если второй раз это произойдёт, это иначе второй раз будет просто совпадением, потому что выключателем гром на небе не включается, как опыт показывает, ну, насколько я знаю. Хотя, после моей проколы с резиной, может быть, собственно говоря, что-то и не так. Вот, ладно, о резине. Да. Минуточку. Минуточку, да. Вопрос пришёл по теме. Минуточку, да. Уточняющий закрытие прошлой. Хотят уточнить, усталость у Коли была конкретно от этого допа или общей от гонки, или вообще вот за уикенд? Я думаю, накопилось. Накопилось, скорее всего. Ну, понятно, основной это доп. А так, конечно, очень тяжёлые вот эти два дня получились, потому что подъём там браны-браны до рассвета, ну, 113 км нужно записать было. При этом вечером сразу же старт, там, только отдохнули, поспали, что, опять же, пока они там дождались их эвакуировать, то есть они в сервис-парке оказались очень поздно, там, поспали, сразу опять ехать. То есть такая накопившаяся усталость была. Была накопившаяся усталость, ну, плюс сам доп. Этот доп мы писали одним из первых, и не было уверенности, что там стенограмма реально хорошая, потому что по нему ещё так туризован. Он вообще был только наполовину расчищен. Вот. И если он приходилось очень много именно отглядываться, потому что доверия 100% к стенограмме именно на этом допе не было. Это тоже нагрузило. Так что устал. Возвращаемся к шинам. Да, возвращаемся к шинам. Значит, теперь расскажу про шины. Основная особенность боевой шины тем, что она работает в основном шипом. Ну, там, на 99% протектор не работает. Хотя, сейчас объясню, почему, тем не менее, есть разница в поведении колёс с разным типом протектора. Он не из-за того, что есть протектор. Это исключительно из-за того, как стоят шипы. То есть, резина как таковая здесь практически не работает. Именно практически. То есть, там, может быть, когда совсем как очень рыхло, она немножко как лопатка разгребает каких-то рыхлый снег, чтобы доскрестить шипом до твёрдого покрытия. Но на 99% работает шип. То есть, это радикальное отличие, скажем, от колеса, которое всё-таки работает контактным каким-то методом. Ну, то есть, гравийное асфальтовое колесо. В качестве примера я объясню. Представьте себе такое. Вы взяли некий брусок, положили его на стол, приезжали к нему динамометр, такой физический опыт, и начинаете тянуть. Вот максимальное показание динамометра будет, когда брусок начнёт двигаться. Потом, чем вы быстрее тянете, тем, ну, собственно, усиленно динамометр будет падать. Как ни странно. То есть, в этом смысле, максимальный гриб у колеса, скажем, на асфальте и так далее, вот именно в начале вот этого скольжения, в самом начале, а не когда оно уже совсем сильно скользит. А я представьте, такой же брусок, в который вбили гвоздь, который там торчит на несколько миллиметров. Это положили на лёд и так же тянут. Так вот, чем вы быстрее будете тянуть, тем сопротивление этого вот скребущего гвоздя об лёд будет больше. Потому что он не просто воткнулся и держится, а он начинает вскрывать этот лёд, цепляться, оставляя борозду. Именно поэтому, скажем, такой вот шип, он в больших скольжениях даёт лучшую тягу. Вот просто некий, чтобы понять эту ситуацию, вот посмотрите, как едут, допустим, те же пилоты в андрострофе. Они там есть просто везде поперёк дороги. Огромными скольжениями, там мощные машины, маленький шип, то есть они очень много дают пробуксовки. Так что не просто статично какие-то в пятне контакта шипы есть, они воткнулись в колесо, они очень много проскребают. То в единицу времени очень большое количество шипов контактируют со льдом. И в этом смысле даже те же пилоты, экс-пилоты Формула-1 и чемпионы, тот же Алан Прост, он же там не катит как Формуле-1 без всяких сносов, он там ездит огромными сносами с дворником на боковом стекле. Это именно особенность работы колеса. Ребята, к вопросу как ехать по льду. То есть по льду требуется ехать, чем больше пробуксовка, как ни странно, тем это даёт больший эффект. Практически всегда. Сейчас скажу, на что надо обратить внимание в этом смысле. Это что касается работы одного шипа. Ну а шипов в колесе, их всегда целая кучка. Вот и поэтому, когда... Представьте, в нашем примере, когда у тебя два гвоздя, один за другим стоит. Второй горь попадает в канаву, практически прорытую, которую проскрёб первый шип. И второй шип перестаёт работать. Именно поэтому, допустим, если ты на шиповном колесе с места стартуешь, если ты дашь полный газ, ты просто остановишься, закопаешься, выкопав некую ямку. Почему? Потому что у тебя будут работать только первые вот эти шипы. Все остальные будут, пока машина не начала двигаться, они будут проходить по, скажем, траншее, прорытую первую шиповку. Это будет медленнее, чем, если, собственно говоря, статануть на тяг. А вот уже когда у тебя там скорость, не знаю, километров шестьдесят в час, и ты влетел в поворот на льду, то здесь, как говорится, большой снос и полный газ на входе даёт максимально, как говорится, большое, там говорится, центробежное ускорение машине. Вот. Поэтому в этот момент надо понимать, что шипы, они всё-таки расположены на достаточно большом пятачке и в определённый режим попадают один за другой. Именно этим обусловлено разное поведение колеса, асимметрика и, скажем, ёлки. Ещё, как-либо по поводу интересного наблюдения, так называемые ледовые резины. Раньше была там ЛАПИ, там ВМ2Е, насколько я помню, у неё такой индекс обозначался, мне очень нравилось это колесо, такое ледовое. Сейчас очень похожий рисунок у Black Rocket 50-го есть. Вот этот такой рисунок хитрый, он же абсолютно сделан не для того, чтобы какой-то там протектор создать. Вам просто задачка сделать так, чтобы шипы максимально стояли какой-то некой такой правильной хаотичности. Так что при любом скольжении этого колеса как можно меньшее количество шипов попадало в след от впереди скребущего колеса. Вот. И поэтому на таком колесе действительно очень просто ехать, она очень однозначно в всех направлениях. И в этом смысле, придумаю называть ледом, потому что по льду на таких колесах ехать действительно удобнее, быстрее, а на всех отношениях лучше работать. Вот. Теперь именно этим, теперь немножко перейду к елке и к асимметрику. У асимметрика есть вот эти шашки, которые вдоль движения расположены, и которые дают преимущество именно в скольжении, в боковых упорах, когда машина, ну, так вот, лучше упор. Потому что у елки из-за того, что там все-таки она именно такой тракторный тип покрышки, при боковом скольжении меньшее количество, так сказать, шипов работает по чистому льду. Вот. Поэтому елка, ну, при движении вперед-назад, при работе вперед-назад, соответственно, большее количество у елки шипов движется каждый по своей, ну, по чистому дорожке под собой, что называется. Вот. Отсюда традиционно елка лучше разгоняется, лучше тормозит, но имеет чуть-чуть меньший упор, чем асимметрик. Вот основная, как говорится, разница этих резин. А дальше надо уже думать, понимать, в каком случае, какую резина где даст преимущество. Вот я, допустим, на этой гонке сделал неправильный этот вывод. В чем он, в чем была ошибка? В том, что, я думал как, что 55 номер, то есть, к этому времени там все, что сверху было рыхлого, снили, и будет достаточно жесткое покрытие, там, колея и так далее. Вот. Оно так и было, к сожалению, потому что колея оказалась действительно очень узкая. Вот именно прометенная часть. А буквально чуть-чуть вправо-влево от нее, там уже рыхлый снег. И такая колея абсолютно не позволяет нам никак не машину на входе немножко, как говорится, подвыставить еще. То есть, только какое-то колесо попадает в рыхлое, соответственно, срабатывает этот некий минус симметрика. То, что на прометенном стоит очень хорошо, на рыхлом тут же, как говорится, всплывает. Вот. Это приводило к очень нервозной езде автомобиля. И невозможно, там, коле, говорится, вот эти, страховаться какими-то выставлениями на входе и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Елка в этом плане, она более спокойная. То есть, она чуть-чуть хуже на жесткой прометенном держится. Но, с другой стороны, лучше на вот этой всякой отработке. И, в общем, машина позволяет ехать более спокойно, менее нервно и более прогнозируемо. Вот. И, в этом смысле, конечно, была ошибка. Именно в этом, в этом плане. То есть, думали, что сейчас вот мы сработаем на максимальный грит в узком, в узком колее. Но, нет. Ну, нет. Оказалось, что на елке ехать по такому покрытию быстрее. Значит, теперь немножко сравню Перели и Мишлет. То есть, основная разница в том, что в жесткости шашки. То есть, не то, что у Мишлена сама шашка, она более жесткая. Ну, да. У Перели еще разница по шипу. В Мишлене шип клеивается. В елке он, в Перели он вваривается там при изготовлении колеса. Шашка, она не может, ее нельзя сделать максимально жесткой. Технически можно. Это не есть проблема. Можно сделать пластиковый. И шип-то вообще будет. Но, в этом случае, когда шип попадает, допустим, в какой-то очень жесткий упор, там, не знаю, между камушками, там, с Мишленами, еще что-то. Он просто будет отрывать эту шашку целиком. Не, там, разрушать ее, не так далее. Он не отрывает. Поэтому делают все-таки шашку, чтобы она могла, что называется, позволять шипу ложиться. Как бы нагибаться. Вот она, как бы, шашкой. И вот шип должен немножко ложиться, выскальзывать. Вот. Поэтому, если бесконечно жесткую сделать шашку, то твердосплавный шип просто будет ее отрывать, как я уже сказал. Вот. Поэтому, Pirelli, они пошли по пути, у них чуть более мягкие шашки. Соответственно, в этом смысле, шип у них держится дольше. Потому что, в случае каких-то жестких упоров, он больше ложится. И, скажем так, ну, раньше это защитный механизм, так скажем, срабатывает у резины. И, в этом смысле, колесо работает дольше физически. Но, Michelin, за счет этого, за счет того, что более жесткая шашка, он, сейчас закончу, он меньше ложится и может обеспечить больший грипп. Особенно это заметно, скажем, ну, на тяжелых машинах. Скажем, на Lancer, на том же полноприводном, ну, как бы, на Group N, там, на мой взгляд, очень ощутимая разница между Michelin и Pirelli. То есть, в Michelin на шип держится меньше, чем в Pirelli, причем быстрее они начинают оттуда выскакивать. Больше шашка, в итоге, все равно разрушается. Но, пока он там есть, он держит лучше, чем Pirelli. Поэтому здесь надо смотреть. Если короткая секция, есть возможность там потом поменять новые колес поставить, то Michelin даст преимущество. То есть, если секция длинная и очень такое жесткое покрытие, то лучше ставить, наверное, Pirelli, потому что с шипами финишируешь. Вот примерно, примерно, как вот в Асбесте. Горный лен, не просто же так он так назван. А из-за того, что там вот этот лед, армированный асбестовым волокном, это просто смерть шипам. То есть, там зацеп такой сумасшедший, что шипы просто вырывают. И, там, тридцатикилометровый доп с нормальным пилотом за рулем, на Michelin финишировать и со шипами практически мало реально. А на Pirelli, да, они там все будут болтаться, как зубы у старухи, но они там, как минимум, больше часик сохранятся. И ты на чем-то приедешь. Так, Ярик, что там за вопрос? Спрашивают, был ли у нас опыт отслоившегося протектора на Pirelli и с чем это связано? Да, был, 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 да. Сейчас расскажу. Значит, это как раз к вопросу, какое там давление и так далее. Да, ну я сейчас закончу про это, про это колесо. Значит, вопрос, какой тоже такой логичный, я просто сам себе, в голове вопрос возникает, я думаю, мне бы так человек объяснял, что бы я спросил. Если протектор не работает, почему бы не сделать просто равномерную резину как слик и в нее навтыкать шипов? Зачем вообще нужен протектор? Вот, объясняю. Ну, во-первых, здесь должен быть достаточно толстый слой резины, чтобы навтыкать шипов. И это будет колесо тяжелее. Но это не главное. Главное то, что вот эта шашка, если она такая толстая резина, она начинает как бы сгибаться, она будет очень сильно нагреваться. Вот. И вообще-то, как колесо узкое, у нее, так называем, я вот, я, наверное, неправильный термин, но для себя так, угол вкатывания его называю. Вот, этот угол вкатывания, вот здесь пятно контакта, а вот есть идет вот само колесо. Вот, представляете, да, вот оно идет. Чем меньше давление в колесе, тем это, вот этот угол начинает больше, потому что пятно контакта как бы растягивается, оно, колесо узкое, оно растягивает. И чем больше вот этот угол, вот в этом месте резина начинает нагреваться Причем она нагревается не в месте, где шип находится А в месте, где вот этот наваренный слой самой резины крепится к корду То есть получается, как начинаешь плову постоянно так вот бнуть Она будет нагреется и сломается Вот здесь то же самое происходит Здесь вот в этом месте, где излом происходит в пятне контакта Происходит достаточно сильный нагрев Причем он происходит именно в месте, где вот этот наварной слой крепится, приваривается к корду И здесь поднимается достаточно сильное давление И на большой скорости вот эту всю беговую дорожку нахрен отрывает Вот у нас такое было с армией Как раз я там экспериментировал с давлением, все ниже-ниже ходил Соответственно этот угол у меня все больше и больше становился В итоге привело к тому, что там на прямике у Коли просто разорвало колесо Достаточно такая вот характерная проблема для Карелии Где там очень быстрые допы И там Перелии можно, сейчас секундочку, разобрать просто легко Поэтому, как я говорю, что Перелия зимняя, она любит давление чуть повыше все-таки Не то, на которое у вас на тестах покажется максимальное время То есть на быстрый допы желательно давление делать чуть побольше Но вот, скажем, не меньше, чем 2 и 3, чтобы у вас было, если на тяжелой машине Да и не на тяжелой, ниже с 2 и 2 лучше не уходить Ну, на горячего смысла Вот, потому что Может такая вот вещь прикрутится Мишлен в этом плане более устойчивый Ни разу не видел ни у себя, никаких проблем не было Не видел, чтобы у Мишлена что-то там отрывало Хотя, там, поэтому на нем реально можно ехать с меньшим давлением Что иногда приводит к некому лучшему гриппу в каких-то ситуациях Да, Кольф, что у вас спрашиваете? Ну, где я прям понимаю, что если мало давления, когда считай весь патектор отрывается А если много, тогда просто шипы отрывается Ну да, понятно, именно так Что когда много, тем выше давление в колесе, тем меньше пятно контакта И на отдельно взятый шип, соответственно, приходит больше нагрузки И это приводит к шипу То есть, когда ты, если так вот внимательно начать термометром Сейчас на каждом углу можно купить этот лазерный термометр Вот интересно, ты проезжаешь какой-нибудь один и тот же кусочек И меряешь, какая температура шашки прямо в месте крепления шипа И, допустим, между шашками как-то лицо нагревается И прям очень четко, что начинаешь понижать давление Место крепления шипа начинает меньше греяться А сам этот покрытий начинает греяться больше Вот, поэтому здесь нужно быть действительно в этом смысле аккуратным Не увлекайтесь очень низким давлением на пирели Хотя это реально приводит к чуть-чуть лучшим результатам в плане езды Вот, значит, да Еще раз давайте вообще про давление проговорим А я сейчас к этому раз подошел В частности, про пиковое давление Да, вот я, в общем, объяснил, на мой взгляд, как работает боевое колесо Что, значит, еще раз коротко, тезисно Что оно, прежде всего, работает шипом на 99% И разница в поведении колес разным типом протектора То есть фактически обусловлена тем, как геометрическим расположением Взаимно расположением шипов друг относительно друга Вот, а не тем, что как-то протектор работает Это вот мое личное мнение По давлению, значит, вообще Просто некая рекомендация Смотрите давление, которое рекомендует производитель То есть он, наверное, просто так его рекомендует Он провел какие-то определенные тесты Значит, по поводу давления То есть, на мой взгляд, нормальное давление рабочее Это от 2 где-то до 2,4 Чем ниже к дожке, тем лучше получается где-то держать Но, опять же, допустим, мы на Фиесте Когда едем на Пиреле Стараемся держать 2,0 где-то на горячую на жопе Извиняюсь за грубое слово На задней оси И где-то 2,2 на передней Вот, ну, где-то не больше На Ланцере, когда на тяжелой машинке Ваське там ездил, я ездил Ну, на Пиреле, если чуть-чуть, где-то на одну десятку повыше 2,3, 2,1 На Мишлене можно чуть-чуть пониже Еще раз уточняю, что это на горячую То есть давление надо мерить не перед стартом Перед стартом надо обязательно мерить Это все делают А я вот, в общем, как бы редко вижу, чтобы после финиша допа Кто-то вообще выскакивал и мерил давление А это первое, что, так сказать, я требую от Ярика Как только вы выходите за сна в топ Ты должен тут же остановиться и померить давление Мне сказать, потому что это статистика Которая тебе позволяет Впоследствии там сказать Сколько нужно на старте спустить колесо Чтобы у тебя в итоге давление какое-то было Ну, нужное давление было в течение доп Ведь вы понимаете, что давление Не поднимается постоянно То есть оно нагрелось до какого-то равновесного состояния Потому что, когда колесо едет Но есть процессы, которые его нагревают Это, собственно, там трение Об покрытие Внутреннее трение, которое мы недавно разбирали В самом, как говорится, колесе Ну, то есть вот конструктивно внутри То, что там резина работает И очень большой эффект нагрева идет от торможения Потому что у тебя тормоза работают Это нагревает диск От диска нагревается воздух внутри колеса Поднимается давление Также колесо обдувается И оно теряет свою температуру То есть температура не может бесконечно подниматься Потому что это функция Точнее давление Давление это функция температуры То есть колесо до какого-то момента нагрелось И дальше оно плюс-минус на нем где-то работает В зависимости от допа Более быстрые допы Чуть-чуть меньше Более накрученные там жесткими торможениями Чуть-чуть температура выше Вот, поэтому очень важно знать Какой у тебя был характер допа И какое у тебя давление было в конце Тогда ты уже будешь четко прогнозировать К следующему допу Что тебе нужно Подкачать колесо Или опять подспустить Или вообще ничего не трогать Вот, поэтому я всегда, когда говорю про давление Я говорю давление рабочее Это не то давление, которое ты на старте померил А то давление, которое у тебя на финише в колесе было Поэтому я часто спрашиваю А какое у тебя давление на финише А многие хлопают глаза И мне даже сказать не может Они не заморачиваются Вот они как-то нагрели колесо И померили там Сколько-то спустили и поехали А что у них на финише Их вообще не интересует Для меня это странно Потому что это очень важный аспект Но как по-другому Ты будешь понимать С каким давлением ты ехал Ты можешь сказать Какое давление было у тебя на КВ А какое у тебя давление было на ДОПе ты не знаешь Ты можешь его знать Если ты в конце померил Вот, поэтому я все давление говорю Именно рабочее Которое у тебя на ДОПе получается А не В которое Перед КВ Теперь как греть колеса Еще очень важный аспект Зимний конкретно Если мы про зиму говорим То есть Вот я тоже наблюдаю Такое Многие подъезжают К старту И греют колесо Как там Змейкой Ну то есть Я не понимаю Что вы греете То есть Шип Чем Собственно говоря Более холодная шашка Тем он меньше ложится Тем он лучше Дает зацеп Надо понимать Что Да Он через там Пару-трое километров Нагреется И она уже будет ложиться И пусть взять Ну два-три-то километра Зачем Сопернику отдавать Поехать на максимально Холодном колесе Поэтому Зимнее колесо Вот именно так Юзать Греть не надо Я не против того Чтобы там Два-три поворота Сделать Просто Ну как Можечок Как я называю Разогреть Но именно Можечок И не колесо Шипы Не греют Чем они более холодные Тем они лучше Работают Вот Коля тем не менее Колесо Греть тормозами Что это значит Он едет Просто по прямой Не отпуская газ Просто левой ногой Вот надо греть его Тормозами То есть Это Максимально Ехать аккуратно Просто Ты Держишь много газ Левой ногой Прижимаешь Просто тем самым Нагревая колесо Вот по опыту Нагреть колесо Можно тормозами Больше Чем у тебя Потом на финише Будет Давление Вот Поэтому в этом смысле Я прямо Коли заказываю Сильно нагрей Не сильно нагрей Там В зависимости от того Что у нас там Впереди будет И так далее И так далее Но вот еще Просто Ездить с лейкой Чтобы нагреть Шипы Это на мой взгляд В двух Исполнейшее Вот Ну то есть Вот тем самым Просто Отдаете Полсекундочки Секундочку Соперник Значит Это я в двух словах Наверное ответил На вопрос Как работает Колесо В чем разница Там Мишлен Да Еще Интересный момент У Мишлена Можно заказать Глубину Ошиповки Если вы гоняете По льду То Как опыт Показывает Это понятно Почему Чем глубже Ошиповано Колесо Там только рабочая Часть торчит Вот эти Четыре с половиной Миллиметра И тем максимальный Держак Мы проводили Весьма корректные Тесты На лансеры Со стандартной Шиповкой Шипа Там полтора Миллиметра Где-то Шип торчит Из самой резины Ну сама Вот эта уже Заглубляемая часть Не полностью Там Ну то есть Понимает Либо только Когда вот эта Острая рабочая часть Торчит То есть Общая длина Шипа На полтора Миллиметра Получается меньше Вот такой Глубоко Пассажный шип Дает преимущество Почти секунду С километра На полном приводе А очень легко Объяснить Потому что он Просто меньше Ложится Он глубже сидит Он меньше Ложится Меньше нагибает Шашку И более Адекват Как бы Отрабатывает Лучше Вот Надо еще Опять же Понимать Что клеенный Шип Когда резина Нагревается Немножко Вылазит Ничем У вас жестче Покрытие Тем Более Глубоко Пассажный шип Дает преимущество Но В этом смысле Если ты попадаешь На отработку Он более нервно Срывается И ведет себя Значительно Так сказать Ну Снова 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 Поэтому Граница Между Прометенным И непрометенным Она Очень Очень Резко Ощущается Поэтому Допустим В прошлом году Когда Васька Ехал По требованиям Класс Там был Моноколесо Мишлен Ёлка И можно было Разную Заказывать Глубину Ошиповки Мы всегда На морду Ставили максимально Глубоко Посаженный Шип А на задницу Так Сильно Торчащий Тем самым Чтобы иметь Возможность Лучше Все равно И поворачивал На мой взгляд Таким образом Лучше И Когда-то Задница Уходила С прометенных Мест Была Менее Нервной Вот Это еще Вот Некая Особенность По поводу Шипов Не старайтесь Все время На Торчащих Шипах Ехать Это Чаще всего Это медленнее Вот Теперь Немножко Перейду К вопросу Стоит Или Не стоит Ездить Тренироваться На обычном Колесе Обычное Колесо В отличие От Гражданское Колесо В отличие От Голочного Оно Во многом Работает Протектором А протектор Здесь работает Как я Сказал Как брусочек Битый У него Гвоздя То есть Он все таки Работает На гриппе И Обычное Гражданское Колесо При больших Пробуксовках Наоборот Грипп падает То есть Нужно ехать Что называется В натяг Желательно На меньшем Скольжениях Это будет Просто Быстрее Это Некая Вот такая Разница По зацепам Второй момент То что Гражданское Колесо Именно Из-за того Что там Нужно Лобить Славый Грипп На Скользкой Дороге Делать Очень Мягкую Боковину То есть У колеса Сумасшедшие Воды Наверное Каждый из вас Знает Что когда Вы там С летней Зимней Зимней Переобулись А как У нас Все даже В Москве Почему-то Любят ездить На Нокии Шипованной Я не понимаю Как это Можно делать Вообще Зачем Зимой И зачем Матреть На шипованной На шипованной Колесе Я вообще Не понимаю Как На нем Есть Чего Можно Научиться Вот Поэтому Мой ответ Мое мнение На поставленный Вопрос Который Задали Андрей И Никита Я считаю Что Тренировка На боевом Автомобиле На гражданском Колесе Точная Вредна Потому что Она начинает Обучаться Все Непонятно Чего Научиться Вот Поэтому Если Есть желание Сэкономить То я бы Рекомендовал И это правильно Мы сами Так делаем Тренироваться На На колесе Шипованным Тренировочным Шипом За 2,5 мм Поведение То же самое Шип Если ты тренируешься На льду Можно Не знаю Всю зиму Тренироваться На одном Комплекте Колес Потому что Не сильно Гружаются Вот И Поведение Машина Очень адекватная То есть Она такая же Как на боевом шипе Так просто Все происходит Несколько медленнее Вот Действительно Вот Если ты тренируешься На такой Тренировочном колесе А потом Садишься на боевое Там нужно 3-4 поворота Чтобы пристреляться К этому держаку Вот Тем не менее Это ни в коем случае Не отменяет Пользы Тренировок На Гражданском На гражданской резине На На обычных машинах Потому что Очень многие элементы Можно Натренировать Поэтому Если вы Собственно Гонщик И вы готовитесь На тренировочную Свою Боевую Либо тренировочную Машину Которая По подвеске Как минимум Как боевая К гонке Не рекомендую Ставить Так сказать Вот такие колеса И чему-то Чему-то там Тренировать Что-то вы Натренируете Но это будет Скорее всего Выкинутое время И деньги На моторесурс Машина Только вы Сэкономите На резине И чему научатся Не понимая Вот Тем не менее Теперь придем К зиме Чему нужно Обязательно Учиться Зима Это идеальный Способ Достаточно безопасно Выбирайте места Где нет Домов Собственно говоря С гранитными Фундаментами А все остальное Там как минимум Прощается Вот Это возможность Потренировать Очень много Моментов Движения машины В скольжении Движение машины В скольжении Это можно На обычном Гражданском Автомобиле Очень много Здесь Ты тренируешь Работу С газом Как правильно Вот здесь Гражданское колесо Дает огромный Эффект То есть Оно Учит тебя Ехать Вот разгоняться На грани гриппа Там Проезжать Медленные повороты Там еще что-то В натяг Это Очень много Чему Можно потренироваться На обычной Машине На гражданском Колесе На специальных Площадках Поэтому Зиму Я всем Начинающим Очень сильно Рекомендую Использовать Для Этой базовой Подготовки Получения Как Я когда Рассказывал Что есть Три Фазы Первое Это владение Автомобилем Второе Это уже Первое Владение Автомобилем На Льду Тренируется Очень здорово Достаточно Безопасно Если ты куда-то Ошибся Ну Ехал В сугроб Вытащили тебя Просто Возможность Даже На льду Где-нибудь Расчистить Большую площадку Это очень здорово То есть Летом Такую возможность Создать Крайне сложно Да Можно В какую-нибудь Мраморную Выложить площадку У себя На даче Если у тебя там Есть двор Гектара Два И поливать ее Водой Но не каждый Имеет такую Возможность А зимой Это Практически Доступно всем И надо Потренировать Поэтому Нарабатывать Вот эту Элементную Подготовку Как я называю Зимой Это Просто Летом Такой возможности Не возникнет Либо ее Очень сложно Создать Для себя Вот Поэтому Зима Такой Очень Рабочий Должен быть Период Она К сожалению Не очень Длинная Именно Тот Период Когда Есть Лед На Водоемах И так Далее И так Далее И поэтому Его надо Использовать Максимально Эффективно Это Дает Крайне Крайне Много Для Опытных Пилотов Которые Ездят Зимой Очень Рекомендую Именно Поработать В Глубокие Потренировать Глубокие Скольжения Потому что Ты не знаешь Что это Там То есть Такой Очень Правильный Прием Пилотерия Скорее всего Нет Есть Места Где Это Дает Выигрыш Но Их Не так Много То есть Как правило На том же Грави Еще Что-то Большими Сносами Ездить Не быстро Как правило Есть места Где Это Дает Преимущество Но Как правило Нет Но Тем не менее Это Умение Чувствовать Машину Глубоких Глубоких Сносах В Том Как Она Как В Криптических Углах Ведет Это Очень Полезный Навык Как Минем Ты Не Пугаешься Когда У тебя Происходит Такая Какая Ситуация Ты Знаешь Как Что Можно Как Спастись Каких Ситуаций Работа С ручником Очень Очень Много Нарабатывается Еще Есть Некоторые Контраварийные Приемы Когда Можно Ошибившись Исправить Ситуацию С ручником Когда Ты едешь На пятой Передаче Ну Как Летом Я могу Объяснить Пилоту Как Работает Этот Прием А Как Тренировать Летом Да Никак По Большому счету Один раз Ошибся И все И висишь На дереве На елке Вот Поэтому А зимой Без проблем На озере Как говорится Ну не получилось Как говорится Уперся В брусер Еще раз Попробовал После Там Пятого Штого Раза Стало Получаться Вот Поэтому Очень Много Приемов Которые Действительно Нарабатываются На озере Зимой И Это Очень Очень Полезно Причем То что вы Нарабатываете Вам Даст Эффект Как правило И дает Эффект Как правило Не зимой А летом Потом То есть Это некая База Заказ Поэтому Я взял Зима Это очень Важный Аспект Для Наработки Базовых Приемов Управления Которые Так Или Иначе Будут Вам Помогать И Во всех Остальных Вещах Потому Что Есть Такой Момент То Кто Зимой Этому Времени Уделяет Всегда Чуть Меньше У них Арсенал Приемов Пилотирования Что Очень Важно Знать Для Зимней Через То есть Если Вы Много Потренировались На Озере То Если Вы Попадете На Реальную Дорогу Поедете Медленнее Сразу То есть Вот Тоже Такой Эффект Имеет Место Быть Как Только Ты Погонял Много По Озерам Вроде Там Все Быстрее Тебя Никого Нет Приехал На Гонка Тебя Все Навезли Это Именно Так Потому Что Две Причины Отсутствие Естественных Препятствий В виде Дерей Камней И Жестких Обочин Немножко Расколаживает Поэтому Ты Начинаешь Ехать Немножко Так Вольно А Когда Попадаешь На Реальную Дорогу У тебя Это Зажимает Это Первый Момент Второй Момент То Что Как Я Говорил Что На Поворот Ездит 20 Раз Ты Можешь За 50 Метров Машину Поставить Задницу Вперед И Развернуть То Как Ездят Пилоты В Адрострофе Это Будет Реально Быстро Если Пристрелялся И Попал И Именно Такой Манерой Можно Показать Максимальное Время Но Такой Манерой Ни В коем Случае Нельзя Ехать Реальную Гонку По Стемнограмме И Просто Никуда Не Доедешь И Попал Первые Два Три Поворота Начнешь Зажиматься Соберешь Всех Густ Фера И Будет Перестраиваться Походу Поэтому Если У вас Был Большой Объем Тренировок На Озере Что Очень Важно Перед Какой Серьезной Гонкой Проведите Хорошие Тесты На Реальных Дорогах Там Немножко Другая Манера Пилотировка Поэтому Это Как ни Глубоких Сносов Больших Скажений Большим Газом А По Реальной Дороге Надо Ехнуть По Другому Особенно Если Не Едти В Первой Тройке Вот Это Сильное Изменение Да Еще Маленький Момент Вот Я Тоже Так Наблюдаешь Иногда Тренировки Людей На Озерах Пытаются Атаковать Каждый Поворот Больно Не Смотришь Ни Одного Круга Без Того Чтоб Не Задеть Брусфер Не Происходит Не Будем Это В Лучшем Лучше Задеть А Так Как Жесткое Оперевшись Что То Еще То Да Наличие Мягкого Брусфера Это Некий Плюс Страховочный Не Надо Его Постоянно Использовать Я Вообще Когда Тренируюсь Что Делаю У нас Такое Похоже Если Ты Задел Брусфер Это Большой На Лучше Время На Лучше Время Ездим Задел Брусфер Все Круг Не Считается Либо Сам Себя Наказывается Остановился 10 секунд Что Называется С отпущенным Газом Прокатился Потом Поехал Ну То То Ты Должен Распринимать Как Жесткий Фол Как Жесткий Фол Ты Ударился Об Брусфер Либо Внутри Зарезал Там Еще Что Это Жесткий Фол То Если Вы У него Дались И У У Машина Целая Это Как Во Некий Бонус Не Пытайся Ехать Так Чтобы Когда Смотришь Человек Подъезжает Вылетел Дал Собусфер Дальше Поехал На Втором Круге Один В Один Все То Сам Опять Дал Собусфер Ну Это Неправильно Таким Образом Вы Ничему Не Учитесь Сделал Ошибку Пойми Сделал Какую-то Корректировку Не Надо Атаковать Босфера А то Расчищаешь Трассу На озере Туда Несколько Ребят Выехали Все По большому Счету Через Час Трассы Нет Все Разблизо Все В снегу Босфера Все Раздолбаны Все Машины Босбамперов Это Неправильно То По большому Счету Если Вас Босфера Позволяют Ошибаться То Не Надо Этим Двух Больше Чем Если Вы Ехали Так Аккуратно С уважением Однозер Босферам Оставьте Их Собственно Геря Целыми Вот Это Наверное Я Коротко Все Что Хотел Сказал В контексте Ответил На все Вопросы Которые Мы Задали Проговорил Час Вот С учетом Всех Наших Оперативных Перерыв Это Все Есть Еще Вопросы Да Коррко Надо Наверное Ответить Все Так Хуже Или Шире И Тренировочный Шип Речь Про 2,5 Или 1,5 Мм Про Тренировочный Шип Лучше 2,5 На мой взгляд Также Не разрушает Колесо Если Не Скажем Взять Тот же Мишлен Шиповать Гоночный Мишлен Шиповать 2,5 Мм Шипом Есть Только По Одинам На Год Точно Хватит Комплекту Поэтому Я Думаю 2,5 Будет На мой взгляд Лучше Опять Сама Заглубляемая Часть Она Больше И Лучше Держится Если Мы Говорим Про Гражданское Колесо Я Рекомендую Поуже Просто В случае Не будет Идеально Чистого Льда Где Возникает Снег Оно Чуть Проскребает Лучше Если Мы Говорим Просто Чуть Поуже Мне Кажется Более Узкое Колесо Немножко Себя Адекватнее Ведет Хотя Если У вас Какой Спорт Кар И Вы Туда С Профилем С 30 Профилем Колесо Прибомбили Не надо ПТАССО Узкое Колесо Какое Есть То есть В принципе Большой разницы Нет Узкое Широкое Если Бирожанское Узкое Чуть Чуть Лучше Не Радикально С Бирожанской То есть Не важно Если Посмотрим Как Городское Не Городское Колесо Допустим То Широкое Колесо Оно Сильнее Сплывает Это Основная Особенность Чем Шире Колесо Тем Оно Хуже Ведет Эффект Слэшнеппинг Называется Когда Оно Сплывает Оно Быстрее Начинает Сплывать По Планированию Это Летом А Зимой Слэшнеппинг Оно Начинает Сплывать Поэтому В этом Смы Чуть Лучше Работает Ну Это Не Радикально Можно Не Заморачиваться Что Есть На Компьютер А Следующая Тема Что У нас Там Было На Следующая Тема Это Настройки Настройки И Собственно Горя Что Там Машины Такое Покрутить Чтобы Сразу Всех Откучить Вот Где Там Такой Секретный Болтик На Амортизатор Который Позволяешь Называется Там Нигде Не отпускать Газ И Вообще Ехать Как Хочешь Попытаюсь Объяснить Вот А вы Задавайте Вопросы Может Быть Вы Какой То Уже Там Болтик Нашли Даже Уже Его Покрутили И Получили Какой То Эффект Вот Если Серьезно Да Настройка Во первых Что Можно Настраивать Нужно Настраивать Как Настраивать Машину Вообще Подход К Настройкам Именно Подход То есть Конкретной Настройки Говори Смысла Нет Потому Что У всех Разные Машины Именно Подход Как Правильно Настраивать Машину То есть Что Стоит Делать Что Сделать Какие Такие Базовые Алгоритмы Подхода Вот Об этом Хочу Поговорить Ну И Вообще Важность Настройки Автомобиля В Скорости Важно Это Важно Насколько Важно И так Далее Ну Что Всем Пока Тогда Присылайте Вопросы Когда В следующий раз Ведем В эфир Не знаю Как Я думаю Что Наверное В Италии Когда у нас Ведем Будут Тесты Будем К асфальту Готовиться Там И Выйдем С Макарон В Одинку Вопросы Присылайте По всем Соцсетям Где у нас Анонсы Это Facebook Это Вконтакте Или Можете Использовать Мой Мейл Катятеп Собака Gmail Точка Ком А Этот Да Я Так Социально Сядь Никаких Не Представлен Поэтому Меня Там Искать Бесполезно Присылайте Еще Раз Я Говорил Вопросы Либо Ему Либо Коле В общем Они Все равно Сразу Автоматом Пересылают Я Консолидирую И Как-то Что-то Отвечаю Вот Все Да Или Что-то Еще Хотел Сказать Всем Пока До Следующих Встреч Субтитры Продолжение следует...